В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В июне традиционно отмечаются праздники, посвященные работникам социальной сферы и медицины. Когда человек приходит и отдает часть себя, это, наверное, все-таки не деятельность, это, наверное, все-таки называется призвание. Глава муниципалитета Станислав Катеров посетил Видновский перинатальный центр. Наш перинатальный центр должен расти, должен прирастать новыми зданиями. Продолжается молодежное первенство Ленинского городского округа по футболу. Мы рассчитываем, конечно, на победу. Мы очень жестко тренировались, мы каждый день ходили, играли. В июне в России отмечаются праздники, посвященные работникам социальной сферы и медицины. Именно этим людям с добрым сердцем было посвящено торжественное мероприятие, которое прошло в детской школе искусств. На нем побывала и наша съемочная группа. Профессии, связанные с социальной сферой и медициной, трудно переоценить. Именно для этих людей, собравшихся в зале, сегодня звучали со сцены теплые слова. Та работа, которую каждый из вас на своем месте делает, это работа, которая связана прежде всего с благодарностью наших жителей. И вот эта энергия благодарности и для медицины, и для социальных работников, она, конечно же, бесценна. И важно, чтобы вам говорили спасибо. И сегодня я хочу сказать каждому из вас слова благодарности за вашу работу. Собравшиеся в этом зале не просто любят свою работу, они каждый день с полной самоотдачей трудятся над тем, чтобы улучшить качество жизни многих людей. Это трудно назвать деятельностью. То есть, когда человек приходит и отдает часть себя, это, наверное, все-таки не деятельность, это, наверное, все-таки называется призвание. Призвание, служение, но это не работа точно. Это то, когда ты отдаешь частичку своей души, своего тепла тем людям, которые в этом нуждаются. Награждение работников социальной сферы и медицины в наши дни носит особый характер, ведь, по сути, они тоже стоят на защите жизни и здоровья людей. В рамках проведения СВО у нас возникло очень много проблемных вопросов, которые также лежат на службе социальной защиты, здравоохранения, которые также направлены на поддержку создания условий для оказания услуг именно по обеспечению и по защите здоровья наших жителей. Многие, как, например, Ольга Лоскутова, пришли на торжественное мероприятие в спецодежде. Для них этот праздник – лишь небольшой перерыв в работе, а свои награды воспринимают как признание заслуг всех коллег. Сегодня рабочий день, поэтому я в рабочей форме. Потом пойду дальше продолжать работать. Награда в акушерстве нужна всем, потому что у нас все ответственные девочки, все работают уже давно, работа очень такая трудная, скажем так, и ответственная, и поэтому она нужна всем. Те, кто работают в социальной сфере и медицине, должны постоянно развиваться, и это развитие не останавливается ни на минуту. У нас много задач, и задачи в основном в отношении молодых инвалидов, развитие проекта «Активное долголетие», помощи детям-инвалидам, укрепление материально-технической базы, получение нового оборудования и развитие новых проектов. Мы создаем дружелюбную родительскую среду. Также и в медицине. Закупается новое оборудование, изучаются современные способы лечения. Сейчас Видновская клиническая больница объединяет все объекты здравоохранения округа. Когда произошло это объединение, когда мы в едином учреждении можем оказать любую помощь, любому нашему жителю, который куда бы ни прикрепился, какому бы из нашего подразделения ни прикрепился, он однозначно имеет возможность получить любую помощь, которую обладает Видновская клиническая больница. Не ради наград все эти люди пришли в профессию, но, конечно, приятно лишний раз получить подтверждение, что твой труд важен и нужен людям. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Глава округа Станислав Катров посетил Видновский перинатальный центр. Недавно этому медицинскому учреждению исполнилось 11 лет. Но родильный дом, на базе которого оно было открыто, имеет почти 40-летнюю историю. В Видновском перинатальном центре ежедневно на свет появляется около 20 детей. В год это порядка 6 тысяч. Глава Ленинского городского округа Станислав Катров посетил женскую консультацию отделения с патологиями беременности и родзал. Одно из самых важных – отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, а также реанимации и интенсивной терапии. Я. Бойка прямо. Да, как корабль назовешь. За счет финансирования из областного бюджета отделения оснащены оборудованием мирового уровня, которое позволяет выхаживать детей, родившихся раньше срока, в том числе с экстремально низкой массой тела. Сейчас у нас это весь. Уже почти килограмм 700. Большая. Без команды профессионалов достигать высоких результатов было бы невозможно. Здесь трудятся около 600 специалистов, среди которых есть заслуженный врач Российской Федерации, доктора и кандидаты наук. Перинатальному центру доверяют как жительницы Ленинского городского округа, так и близлежащих и отдаленных городов. Знакомые мои здесь рожали, они посоветовали, когда я забеременела, я обратилась. Так как мы проживаем в Домодедово, там у нас есть только гинекологи, а роддома нет. Атмосфера прекрасная. Кстати, кормят хорошо, я вам так скажу. У нас все есть, душ есть, все элементарные вещи, пеленки, там все-все-все выдают, как бы халат, ночнушку, там все-все-все. Здесь оказывается весь спектр медицинских услуг при родах по собственным уникальным разработкам. Зарегистрированы четыре патента, методики которых позволяют успешно проводить органосохраняющие операции беременным женщинам с врастанием плаценты в рубец на матке и предлежанием плаценты. Наш перинатальный центр должен расти, должен прирастать новыми зданиями, куда новые компетенции, которых у Тамары Николаевны и у ее коллег, их огромное количество, они ездят и за границу, и учатся, и получают новые знания и компетенции, и, конечно, уже применяют их сразу в дело. С недавних пор снизить нагрузку на центр удалось благодаря открытию филиала на четыре рабочих места с дневным стационаром в ЖК «Пригород Лесное». Главный врач Видноского перинатального центра Тамара Белоусова рассказала, что в сентябре появится еще одна женская консультация на 46 посещений в ЖК «Зеленой аллеи». Там будет шесть участков акушеров-гинекологов, там будет дневной стационар, там все будет нормально. И мы приблизим нашу помощь медицинскую уже непосредственно к жителям. Глава округа отметил, что очень важно предпринять все необходимые меры по расширению площадей перинатального центра. Совместно с правительством Московской области этот вопрос будет обсуждаться. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ В Видном прошел очередной муниципальный форум «Управдом». Представители управляющей компании и ресурсоснабжающих организаций ответили на вопросы жителей в сфере ЖКХ. На встрече побывала Юлия Стаферова. Муниципальный форум «Управдом» в этом году провели уже во второй раз. В этот день обсудили вопросы, которые касаются благоустройства дворовых территорий, а также технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования. В качестве модератора форума выступила руководитель отделения Ассоциации председателей Советов многоквартирных домов Ленинского городского округа Людмила Лернер. На каждом форуме идет протокол и все вопросы записываются. Тот, кто задает вопрос, если сразу не получил ответ, но бывают такие вопросы, которые невозможно сразу ответить. Они подходят к протокольной группе, записываются и потом им администрация дает официальный ответ. Либо принимается решение, допустим, выход на место непосредственно к этому дому, в этот двор, в этот подъезд. И все решается. На вопросы, связанные с комплексным благоустройством дворов, ответила заместитель главы Ленинского городского округа Татьяна Калямина. Кроме того, она привела перечень предстоящих работ. У нас на территории округа в 2024 году будет благоустроено 7 дворовых территорий. Это именно комплексные дворовые территории. На 5 дворовых территориях будет заменено асфальтовое покрытие и будет сделано, а на сегодняшний день уже можно сказать, что сделано, 3 пешеходных тропы. По поводу внутриквартирного газового оборудования рассказала заместитель начальника службы технического обслуживания Мособлгаз Юг Екатерина Сергеева. С 1 января 2024 года данная организация, которая может производить техническое обслуживание, является ресурсоснабжающим организацией на территории Московской области ТАО Мособлгаз. Работы по техническому обслуживанию проводятся ежегодно и могут выполняться одним следствием. То есть вы не пугаетесь, как вам на обслуживание ваших детей или кого-то входит один следствие. Встреча оказалась полезной и плодотворной, потому что у жителей всегда много вопросов, которые связаны со сферой жилищно-коммунального хозяйства. В режиме открытого диалога на форуме «Управдом» они смогли получить на них ответы. Юлия Стаферова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Гордость муниципалитета. Уже семь выпускников в Ленинском округе получили максимальные 100 баллов на едином государственном экзамене. Наша съемочная группа поздравила с высокими результатами выпускницу Винновской школы номер 7 Анну Баеву. Ни дня без книги. Выпускница Винновской школы номер 7 Анна Баева, большая поклонница Тургенева и Толстого, получила максимальное количество баллов на ЕГЭ по литературе. Чтение ее любимое хобби и заветные 100 баллов – результат любви к литературе и упорной, кропотливой подготовки в течение двух лет. Прежде всего, готовилась сама. Часто дома прорешивала какие-то задания, повторяла с онлайн-школой и с учителем в школе на уроках. Она давала материал, мы решали варианты. Я разбирала самих героев, их жизненный путь, с какими трудностями они столкнулись и почему автор именно показывает то, как герой повел себя. Большой потенциал у Анны заметили сразу же, признается ее классный руководитель Лариса Свинаренко. Сочинение своей ученицы, ставшей, кстати, призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, она всегда читала с большим интересом, как мини-произведение. На уроках литературы Аня раскрывалась как талантливая, яркая ученица, которая великолепно умеет преподнести произведения, писала чудесные сочинения, яркие сочинения, интересные рассуждения, очень вдумчивое, внимательное отношение к теме, ну и просто интересно читать. Гордится Анна и ее мама, которая и привила когда-то девушке любовь к чтению, а сейчас радуется успехам дочери. Я всегда верила, что будут большие баллы, даже когда она сомневалась, я говорила, «Аня, ты столько готовишься, должны быть хорошие баллы». Стоит, конечно, цель, да, и она была достигнута, но обрадовалась, обрадовалась. Я первая смотрела, Аня немножко говорила, давай ты первая посмотришь. Впереди у Анны Баевой главное испытание поступления в высшее учебное заведение. Направление уже выбрано, конечно, гуманитарное. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Злободневность тем и неожиданное решение для сцены. КВНщики из Видного завоевали очередную победу. Теперь на летнем кубке среди команд из Москвы и Подмосковья. В чем секрет юмористов, узнала Инга Инчук. У команды КВН из Видного год начался с побед. В январе сборная прошла в телевизионную игру КВН, а уже в мае завоевала летний кубок Московской области. Капитан команды Илья Сенчуров отмечает, победную планку удается держать благодаря актуальным, знакомым каждому темам. Тема в основном, то, что сейчас происходит в мире, это санкции, это послевыборная какая-то тематика, это летние каникулы для детей, школа, институт. Для того, чтобы выступление получилось актуальным, его начали готовить за две недели до кубка. Это позволило включить в программу шутки на тему событий, которые произошли совсем недавно. В успехе команды на летнем кубке сыграли большую роль ребята из Центра детского творчества «Импульс». Мы сейчас для того, чтобы завоевать непосредственно кубок, делали так называемый в КВН чит-ход. Мы привозили детей и использовали детей на сцене. Делали пародию на движение первых. Сборная города «Видное» смогла одержать победу в летнем кубке, став сильнейшей из 11 участвовавших команд из Москвы и Подмосковья. Поздравляем ребят и желаем успехов в дальнейших играх. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, «Видное ТВ». Молодежное первенство Ленинского городского округа по футболу продолжается. На этот раз команды встретились на турнире в рамках второго тура на стадионе «Металлург». Подробности расскажет Дмитрий Книга. На стадионе «Металлург» состоялся очередной тур молодежного первенства Ленинского городского округа по футболу. Соревнование проходит пятый год. На этот раз в них участвовали 11 команд. Соперникам предстояло сыграть между собой в групповом этапе, согласно жеребьевке. Затем лучшие играли на вылет. Команды до 21 года играют каждый месяц по туру. У нас всего шесть туров, сегодня у нас второй. И по итогам шести туров мы определяем победителей лучших команд. В основном все команды представители Ленинского округа, но есть и команда из Москвы. По словам организаторов, в этом сезоне состав участников довольно сильный. Одним из фаворитов турнира называют видновский клуб «Суринам». Мы относимся в любом случае с уважением к любому сопернику. Как бы мы с ними не играли, с какими-то счетами не выигрывали. На поле все равны. Кто-то, конечно, посильнее, помастеровитей. Но идем от матча к матчу, выигрываем и забираем свои победы. Для некоторых спортсменов игры турнира стали дебютом на соревнованиях. Несмотря на это, у игроков отсутствовало волнение благодаря должной подготовке и проведенным тренировкам. Мы рассчитываем, конечно, на победу. Мы очень жестко тренируемся. Мы каждый день выходили, играли. То есть, чтобы набраться опыта, так сказать, и жестко разносить всех. Результаты каждого тура будут суммироваться. Победитель первенства определится в конце сезона, который запланирован на октябрь. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. А теперь рубрика «Афиша». И мы расскажем вам о том, как можно провести выходные дни. В центре досуга картинов в субботу, 15 июня, мультпутешествие для самых маленьких с любимыми героями мультфильма «Маша и Медведь» с начала в 14 часов. Любители скорости и экстрима могут повалить за любимых пилотов на очередном этапе гонок на выживание, который на этот раз пройдет на автодроме в поселке Калининец на Рафаиминского городского округа. Начало 15 июня в 15.00. В Центральном парке города Видное 16 июня в воскресенье в 17 часов рок-концерт на открытой площадке. Много хорошей музыки от групп «Riding to Paradise» и «Зеркало». А в 18.00 на сцене Дворца культуры Видное в воскресенье музыкально-драматический театр «Гармония» представит рок-оперу «Мастер и Маргарита». Автор музыки и либретто Михаил Рачевский. Билеты на сайте и в кассах ДК. Проведите свои выходные. Интересно и с пользой! И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!